Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Я очень рада, что вы сегодня пришли к нам. На самом деле, это замечательно. Я сама на такой тусовке первый раз. И рада, что действительно много людей собралось, людей, которые работают в сфере HR, рекрутинга. О чем мы сегодня поговорим? Ну, Ира меня представила, уже рассказала. Хочу немножечко дополнить. Я до DataArt, где я работаю уже два года, работала в банковской сфере. Сначала я проводила бизнес-тренинги для сотрудников. Затем я работала 6 лет в банке «Оваль». Работала в массовом рекрутинге. Подбирали специалистов в колл-центр банка, в коллекшн-центр и другие подразделения. И также работала в рекрутинге по южному региону. И, уходя уже из банка, работала частично в IT-рекрутинге. Здесь в DataArt большую часть я занимаюсь HR-процессами. Также подбираю персонал по нашим украинским локациям. Мне моя работа очень нравится. И я вот хотела с вами сегодня поделиться своим опытом. То, что я узнала по этой теме, когда готовилась к презентации. Что-то, возможно, вы поделитесь. Ну, я надеюсь, что наше сегодняшнее общение будет очень продуктивным. Итак, ребят, по поводу ошибок рекрутинга. Ну, такая вот картинка ошибки. Я попыталась объединить ошибки в несколько категорий, связанных с развитием, самоорганизацией, подготовкой, коммуникациями и качеством. Почему я начала с развития? Дело в том, что я поняла, что сама в своей работе я допускала такую серьезную ошибку, когда из-за чрезвычайной занятости не находила достаточного времени для того, чтобы развиваться профессионально. Я поняла, что это действительно серьезное упущение. И на самом деле я очень счастлива, что вот мне представилась такая возможность выступить перед вами. И в процессе подготовки я послушала массу интереснейших спикеров, послушала видео. Я почитала интереснейшие статьи. Я почитала блоги. Я узнала, в чем я допускаю ошибки, да, и постаралась сразу применить их в работе. Поэтому я считаю, что заниматься своим профессиональным развитием нужно обязательно, потому что когда мы не развиваемся, чаще всего мы допускаем какие-то глупые ошибки, которые уже давным-давно исследованы, которые уже другие рекрутеры, другие коллеги уже на них споткнулись, уже сделали выводы. Поэтому, безусловно, очень важно быть всегда в тренде своей профессии. И я хотела задать вам вопрос. Что для вас быть в тренде? Как вы стараетесь оставаться на пике волны своей работы, своей профессии? Какие есть варианты? Что вы делаете для того, чтобы быть в тренде? HR-ство, рекрутерство? Что вы делаете? Телеграмм, всякие каналы, читать, смотреть, особенно височек, которые очень популярны. Сюда залезет. Успеваешь? Работа, хобби, жизнь. Это классно, когда работа и хобби совпадают. Еще какие варианты? Что вы делаете для того, чтобы быть в тренде профессии своей? Да, супер. Согласна. Еще какие варианты? Причина, если есть в тренингах, которые есть у тех компаний, которые, возможно, найти бюджет, в той или иной вакансии, потому что потом программируют, понимают, что нужно быть завтра. Да, да. Это классный метод, когда есть возможность посещать тренинги, проходить вебинары. В дейт-арт я не могу сказать, что я совсем профессионально не развиваюсь, как я себе тут уже наговорила. На самом деле у нас есть своя образовательная платформа, где можно послушать вебинары от наших коллег, какие-то курсы. Но все равно этого недостаточно. То есть для профессии это хорошо, но хочется все-таки быть на волне, понимать, о чем говорить с людьми, как-то развиваться, расти и даже в своих глазах. Еще варианты есть? Я скажу, что для меня еще, я поняла, одним из способов быть в тренде своей профессии, это участвовать в конференции. Я знаю, некоторые из вас ездят на конференции, вот Катя тоже, ребята ходят, это очень замечательно, потому что когда мы ходим на конференции, мы между собой общаемся, мы знакомимся, мы обмениваемся опытом, да, мы узнаем что-то новое. Поэтому это очень важно. Я, например, со своей коллегой Таней, мы собираемся поехать в сентябре на конференцию HR-овскую, рекрутерскую HR-ку.нет, вот уже билеты есть, так что мы собираем чемоданы ближе к сентябрю. Вот, то есть стараться находить для себя время, да, участвовать в таких вот мероприятиях. И, как ни парадоксально, выступать на ивентах тоже очень помогает развиваться. Как я уже говорила, когда я готовилась к данному мероприятию, я очень много узнала, почитала, нашла возможность, потому что, готовлясь к ивенту, конечно, нужно этому уделить время, набраться информации и так далее. Следующий пункт связанный с самоорганизацией. И сначала я хотела бы вам рассказать про тайм-менеджмент. Ну, на самом деле, о тайм-менеджменте сказано бесконечно много, да. Кто из вас проходил какие-то тренинги по тайм-менеджменту, читал статьи? Да, ну, практически все, да. То есть эта тема очень популярная, очень востребованная, поэтому тайм-менеджмент — это вещь такая известная. Я в свое время тоже в Вале проходила тренинги по тайм-менеджменту. Но я хотела бы сказать, что тайм-менеджмент — само по себе понятие достаточно парадоксальное. Почему? В сутках 24 часа, да, как мы можем в сутки сделать из них, управлять 28, 30, да, сколько нам надо, там, умножить на 2, да, если мы хотим сделать много тасков? Мы не можем это сделать, но мы можем управлять своим отношением, да, к рабочему дню, планировать какие-то вещи. Я вам хотела дать несколько типсов, которые помогут вам хорошо управлять своими заданиями, успевать то, что вы запланировали, стараться все-таки управлять своим рабочим днем. Ну, и первый типс, как это не банально звучит, очень просто. С утра, приходя на работу, составляйте список дел. Кто так делает? Поднимите руку. Окей. Кто-то с вечера. Да, кто-то с вечера. Я как-то пробовала и с вечера. Что это? Круглосуточно. Круглосуточно. Про круглосуточно поговорим чуть позже, по поводу выгорания. Это тоже дело такое. Я когда-то тоже пробовала, следуя советам бизнес-тренера, составлять список с вечера, но мне это было не очень эффективно, потому что вечером уже ты устал, я хочу домой, все, нет, никаких списков, никаких заданий. Поэтому утром, придя на работу, вы со свежей головой, вы знаете, что вы должны сделать, составляем список дел. При этом в списке дел вы можете ваши задания, ваши таски ранжировать по степени важности. Какие-то вещи нужно сделать срочно, какие-то вещи являются стратегически важными, например, тоже развитие, то есть в день находите для себя возможность что-то почитать, пообщаться с опытным коллегой, получить какие-то советы. Вещи, которые являются рутинными. Мы не всегда в список свой включаем те дела, которые мы делаем каждый день, которые мы обязаны делать, мы их не включаем, да. Мы растягиваем свое время до бесконечности. Например, вы знаете, что каждый день вам нужно, например, написать 10 запросов к кандидату или совершить 10 звонков, и мы обычно это не записываем, потому что мы и так знаем, что это нужно делать каждый день. Но, тем не менее, на это тоже тратится время, и когда к концу дня вдруг мы понимаем, что мы не успеваем сделать все, что запланировали, это создает вот такое вот неудовольствие, да, и вы недовольны собой. Поэтому рутину тоже не забывайте записывать. Еще такой типс. Я когда-то на тренинге по тайм-менеджменту его услышала и уже буквально несколько лет применяю в своей работе. Он называется «С утра нужно съесть лягушку». Что это означает? Съесть лягушку означает, что с утра нужно сделать то дело, которое не хочется делать ужасно. Вот не хочется. Вот мы его откладываем, откладываем в сторону. Вот уже там несколько дней прошло, да, оно там у нас висит в конце списка, не вычеркнуто. Вот. Мы понимаем, что мы должны его сделать, но нам не хочется. Он для нас вот неприятный, как лягушка. Так вот, как бы ни хотелось, если вы с утра эту лягушку съели, да, это дело сделали, то потом намного легче уже выполнять остальные таски, потому что самое сложное для себя вы сделали, самое неприятное. Вы с утра полны сил, быстренько сделали и пошли дальше по списку выполнять остальные дела. Вот. Поэтому совет очень классный. Что касается еще списка, хотела дополнить, прописывайте в ваших делах время, которое вы планируете выполнить этот таск. То есть, например, вы готовите фидбэк кандидату, да, у вас там три кандидата, по которому нужно подготовить фидбэк, собрать у заказчика. Отмечайте себе, например, там, я это делаю 20 минут, я это делаю час. Потому что иногда бывает, что мы увлекаемся каким-то заданием. Мы для себя поставили задание с утра, там, писать запросы кандидата, да, хочет человек, там, из 10 заданий пару часов этому уделить. Но задание затягивает. То есть, если у вас получается, да, если вы видите, что есть отклик, кандидаты отвечают, настроение есть, время есть, возможность есть, мы не замечаем, как проходит весь день, да, вы этим заданием увлеклись, а остальные задания не сделали. Кто сталкивался с таким? Да, мы все. На самом деле, очень часто успешные люди в своей профессии являются перфекционистами. Они хотят все сделать максимально качественно, да, продолжают, 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 забывая о том, что у нас есть только 8 часов. Это время не бесконечно, и нужно вовремя останавливаться. Если вовремя не останавливаться, если не давать себе какую-то передышку, к сожалению, иногда можно прийти к выгоранию, к профессиональному, к эмоциональному выгоранию. Кто сталкивался с выгоранием? Все. Что такое эмоциональное выгорание? Ну, кто, может быть, не знает. Это состояние, когда человек уже настолько, его эта работа задолбала, да, он настолько устал, что он утром не может встать с постели, он идет тяжелыми шагами на работу, у него начинаются какие-то проблемы со здоровьем, головные боли и так далее. У него нет вот этого запала к работе, у него нет страсти, у него нет желания. Он свою работу уже начинает ненавидеть. Не потому что работа плохая, а потому что он уже просто выгорел. Я сама сталкивалась тоже с этими вещами, сейчас восстанавливаюсь после выгорания, поэтому готовлюсь к тренингу для себя тоже массу полезных рецептов нашла, да, как все-таки не доводить себя до такого состояния, как вовремя находить время на отдых и переключение. Скажите, а какие у вас есть методы, чтобы не выгорать, чтобы выходить из этого состояния, чем вы пользуетесь? Супер, да. Иногда просто выйти куда-то, поехать, очень помогает. Да, да, спасибо. Еще какие? Подарки? Самому себе? Да, да, да. Да. Так, да, 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 я тоже обожаю отвлекаться с помощью физической активности. Ну, в принципе, эмоции наполняют и помогают потом справляться с этими состояниями. О, класс. Мне, кстати, хотела презентация, есть такая мечта, со временем можно открыть свой бизнес, где, ну, знаете, вот эти кафе с кошечками. Да, вот я сейчас произнесла, это, да, моя мечта, надеюсь. Ну, значит, не здесь. Окей, не будем отвлекаться. Я согласна, что действительно все эти методы очень помогают отдохнуть, не выгорать. А для меня спорт вообще колоссальнейший помощник. Я знаю, что если я занимаюсь спортом, если я хожу в зал, там, плаваю в бассейне, занимаюсь йогой, элементарно утром делаю 10-минутную зарядку, я совершенно другой человек. Я полна сил, мне хочется вкладываться в работу, я успеваю невероятно много, и вечером не устаю, успеваю время провести с своей семьей. Хочу сказать, что, конечно, когда у нас есть возможность уделять время своей семье, своим любимым людям, своим детям, это тоже очень помогает нам восстанавливать. И когда мы находимся на природе, то же это наполняет. Еще хорошо, если есть возможность, например, с рекрутинга переключиться, на какой-то речах функционал, подготовить какую-то программу, обучение для других. Ну, то есть на неделе-две именно переключиться на другие задачи, чтобы не прямо соскучиться. Я не согласна деятельности. Это тоже помогает. Да, супер, спасибо огромное за пример. Действительно, переключение между тасками очень помогает. Причем это на определенный период, там на две-три недели, для того, чтобы человек отошел. Пойду там и написать. Да, да, я вот всегда утром перед работой иду через парк, благо у нас есть караоке. Вы себе записываете. Да, очень полезные советы, классные. Иногда бывает, если у вас функция чисто рекрутинская, да, но нет возможности, там, те же HR-функции выполнять, этим другой человек занимается, иногда полезно переключиться между тасками своими. То есть в день у вас список из 10 пунктов, вы один делаете, например, чувствуете, что уже все, вот, уже, уже нет сил, не хочется, да, но при этом работать вы еще можете, переключитесь, возьмите другое задание, то временно прервите. Ничего, что вы его не закончите, вы его закончите чуть позже, ну, со свежими силами. Что-то? 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 Не знаю. А, окей, окей, поговорим на катере еще, да. Еще такой небольшой совет по поводу тайм-менеджмента. Наши любимые соцсети, да, мессенджеры соцсети, когда мы выполняем какой-то важный, серьезный таск, например, там, готовимся к презентации, там, или готовим шаблон письма кандидату или еще что-то, и тут начинается Facebook уведомление, Skype пишут в 50 чатах, почта телим-телим и так далее. Ну, мы живем в такое время, когда привыкли отвечать мгновенно, да, мы привыкли, что все реагируют быстро. Но иногда, если задание требуется средоточения, важно отвлечься. Телефон подальше от себя, в почту не заглядываем, на уведомления не реагируем. Зашли посмотреть из любопытства, ой, мне нужно отдохнуть, отвлечься пару секунд, проверю, какое там уведомление в Facebook. Зашли и все, час прошел, мы в ленте. Величайший обман. Да, на самом деле, да. Ну, это такой жесткий совет, конечно. Сейчас искать это в любые точки, как. И вот по поводу самомотивации, по поводу самомотивации уже проговорили, действительно важно себя хвалить, да. То есть сделали задание, вот у меня на работе девчонки... Я не думала об этом. У меня на работе девчонки смеялись надо мной, когда я там выполняла какое-то задание, говорю, молодец, Аня, молодец. А на самом деле это очень помогает подбадривать, потому что, ну, не все видят, да, что ты делаешь, видят какой-то конечный результат. А сколько ты приложил усилий, что ты сделал, то есть на каждом этапе хвалите себя, это тоже помогает. Или вот придумывайте какие-то мотивашки. Там, сделаю что-то хорошее, пойду себе мороженое куплю, там, или футбол посмотрю, да. Я еду. Еду нельзя? Я еду. Я еду. Нужно вникнуть, что там, да, и задать какие-то дополнительные вопросы заказчику. Например, к нам в работу поступила вакансия, расписаны требования, там есть информация о проекте, но совершенно не указано, чем же человек будет заниматься. И я понимаю, ага, обязательно кандидат мне задаст этот вопрос. Поэтому уже на первом этапе у заказчика я это все уточняю. Также важно понимать, кто наш кандидат. То есть, когда мы пишем запросы в LinkedIn к кандидату, да, нужно внимательно смотреть, насколько человек соответствует профилю вакансии. Бывает так, что просмотрел бегло профиль или резюме, видишь, например, это тестировщик, расписаны все скиллы, которые только могут быть, да, то, что человек изучил на курсах, на онлайн-курсах, в лучшем случае в школе какой-то QA, вот. А в конце опыта, извините, нет. То есть, мы понимаем, что этот человек нам подойдет в лучшем случае на позицию практиканта, но на позицию сеньора он никак не подойдет. Поэтому дочитывайте до конца, смотрите, это очень важно, потому что это создает вашу репутацию, как вы работаете с кандидатами. И разбирайтесь в нюансах вакансии, да. Я понимаю, что вы все из разных сфер, но в каждой из сфер есть свои какие-то нюансы. Вот вы правильно говорили, что нужно разбираться в бизнесе заказчика, нужно понимать, да, чем он занимается, в чем его сильные стороны, понимать какие-то вот термины определенные. Если это продажи, нужно понимать, ага, B2B, что это такое? Где-то я слышу, надо почитать. Да, если это там банковская сфера, да, тоже нужно понимать специфику банковских продуктов и требования. Если это IT-сфера, нужно разбираться в технологиях, я не говорю сказать, что совершенно, но хотя бы нужно понимать технические нюансы, да, кого ты подбираешь. Я когда начинала заниматься IT еще будучи в банке, мне пришли вакансии, и я смотрю, я ничего не понимаю, какая-то абракадабра, да, какой-то незнакомый язык, что это такое? Вот, конечно же, я не кинулась сразу искать людей, это было нереально. Я сначала зашла, почитала об этих направлениях, поспрашивала ребят, которые работают в этом, да. Правда, у меня такой вот характер, я стараюсь сначала сама разобраться, а потом уже спрашиваю, правильно я поняла? Ну, не люблю у других забирать их время. Вот, поэтому важно хорошо подготовиться к интервью. Следующий момент по поводу коммуникаций. Ваш профиль в сети, да, он тоже играет роль, потому что он как ваша визитная карточка. Кандидат, знакомясь с вами, он смотрит очень внимательно. Вообще, наши кандидаты, особенно IT-шники, они настолько внимательны. Они высматривают, а какая фотография, да. Фотография, не будем забывать цели. Когда мы размещаем свой профиль, что мы делаем? Мы занимаемся профессиональной работой или там сайт знакомств. То есть, смотрите, что в том же линкедине фото, конечно, должно быть профессионально. Также непосредственно профиль. Отнеситесь очень внимательно. Есть тренинги разные, есть различные советы, как хорошо, как правильно подготовить свой профиль в том же линкедине, либо в других соцсетях, какой контент нужно размещать, как нужно это все поддерживать, свой имидж. Поэтому отнеситесь очень внимательно. По поводу знакомства. Когда кандидат с вами общается, он получает какое-то первое впечатление. Впечатление можно создать единожды. Поэтому первое впечатление, конечно, должно быть положительным. Как добиться положительного впечатления, общаясь с кандидатом? Во-первых, при знакомстве учитывайте его индивидуальные какие-то вещи. Есть, конечно, шаблоны писем, которые мы отправляем кандидатам. Но старайтесь добавить что-то свое, какую-то изюминку, для того, чтобы кандидату был какой-то индивидуальный подход. Люди это очень ценят. Кроме того, внимательно относитесь к ошибкам в сообщениях. Потому что вот тоже я столкнулась с тем, что наши ребята-разработчики, когда переписываются в чатах, они настолько внимательно пишут. Если там малейшая опечаточка, они исправляют. В отличие, например, штерта? Бывает, синьер, отвечает так, как будто с третьего класса ушел. Да? Ужас. Бывают очень безработные ребята, которые понравятся. Видимо, это так, просто курсы альтографии там проходят, и все остальное, кроме релистовочек. Бывает, вообще знаками отвечают. Ну, не знаю, вот я удивляла, что вот наши именно так все исправляют. У меня дети-подростки. Они, когда переписываются, они, мне кажется, специально делают ошибки. Вот это такой стиль, да, в общении. А здесь вот очень внимательно. Поэтому это тоже ваш имидж. Обязательно старайтесь перепроверить, да, чтобы все-таки не было ошибок. Вот, и не пишите слишком официально человеку, да. Не надо понебратствовать, но слишком официальный стиль тоже, он, ну, смотрится не очень. Поэтому старайтесь вот как бы понимать, что вы общаетесь прежде всего с человеком, а не с профилем каким-то, а не с кандидатом, который закроет нашу вакансию. Важный момент по поводу фидбэка, да. Часто достаточно рекрутеров ненавидят за то, что они не дают фидбэк. Скажите, пожалуйста, всегда ли вы даете фидбэк своим кандидатам? Поднимите руки, кто всегда дает фидбэк? Конечно, все дают, что вы тоже можете получить. Супер, хорошо. Я просто не понимаю, я перечитала массу форумов, там на ДУ, на других сайтах, где эти кандидаты на рекрутеров постоянно вот говорят, обвиняют в том, что они не дают фидбэк. Вот, ну, будем стремиться, конечно, к лучшему. Фидбэк очень важно давать, потому что человек его ожидает. Фидбэк нужно давать на каждом из этапов интервью. И, например, вы договорились с человеком, что вечером вы дадите ему фидбэк. Но вечером результата еще нет, да, вы не знаете, что там от заказчика, вы не знаете конкретно результат, что мы идем дальше или отказываем. Вот, но человек ожидает, да, вечером получить какое-то сообщение. Напишите ему об этом, что я пока еще не получила результата, но я с тобой свяжусь там завтра-послезавтра, к примеру, да, когда вы уточнили, у заказчика узнали. Это тоже важно. Не молчите, потому что молчание воспринимается как невежливость с вашей стороны и невнимание по отношению к человеку. Это все тоже отмечается и замечается. Я могу привести пример по поводу фидбэка из нашей работы. Мы замечали, что отказ кандидату тоже очень важно давать правильно, да, отказывать. Скажите, пожалуйста, кому нравится отказывать кандидату? Таких нет. Настя? Окей. На самом деле отказывать кандидату мы не любим, да, это стресс, это боль. Мы хотим, чтобы там хорошие ребята у нас работали, да, мы хотим быть тоже хорошими в их глазах. И отказывая кандидату, тем самым мы тоже переживаем. При этом нужно научиться отказ фидбэка давать так, чтобы человек захотел в будущем к нам вернуться, захотел к нам обратиться. Это тоже возможно, общаться с человеком таким образом, чтобы он был даже благодарен тому, что вы ему дали такой фидбэк, вы ему отказали. Ну, немножечко звучит странно, но на самом деле, когда мы человеку объясняем, в чем его сильные стороны, в чем его слабые стороны, где он может подтянуться, да, где его зона развития, то тем самым мы человеку помогаем вырасти и в будущем он с благодарностью к нам обратится. У нас, например, ребята проходят английский язык, проверку английского языка и достаточно часто ее заваливают. Мы стараемся дать максимально развернутый фидбэк. В чем его сильные стороны? Обязательно похвалили, да, что хорошо. В чем слабые стороны? Мы не говорим слабые стороны, мы говорим зоны развития, да, в чем можно развиваться, что можно улучшить. И через некоторое время человек приходит, он идет на курсы, он идет к репетитору, он возвращается к нам и говорит, а я потянула английский, я готов сдать снова. То есть он к нам сам возвращается, сам приходит. Поэтому даже отрицательный фидбэк может быть очень и очень позитивным. Еще часть категории ошибок связаны с качеством работы. И давайте немножечко поговорим про имидж рекрутера. Имидж рекрутера это как репутация наша на работе, репутация перед кандидатом и перед заказчиком. Репутация на самом деле нарабатывается годами, испортить ее можно мгновенно, поэтому очень важно следить, что мы пишем людям. То есть мы должны стараться индивидуально писать людям, мы должны стараться поддерживать отношения с кандидатами для того, чтобы все-таки они могли нас потом рекомендовать. Есть даже, я читала такое исследование небольшое в LinkedIn, статистика, где говорится о том, что 27% кандидатов, которым давали фидбэк, которые были довольны общением с рекрутером, они обратятся к нему снова. И 27%, которым не понравилось общение, они не только не обратятся, они всем своим друзьям порекомендуют к нему больше не приходить. Поэтому будьте, пожалуйста, старайтесь держать марку. По поводу сроков. Тоже бывают частые ошибки по поводу сроков, когда мы не соблюдаем договоренности. В принципе, в любой профессии эта ошибка является такой вот достаточно серьезной, достаточно критичной, и поэтому старайтесь соблюдать договоренности. Если вы договорились, что после проверки английского кандидат пошел его учить, и через полгода вы с ним самостоятельно свяжетесь, поставьте ремайндер у себя в календаре, поставьте напоминание. И через полгода, когда вы ему позвоните, он очень удивится, конечно, что вы о нем помните. Но это не потому, что у вас сверхспособности по памяти, а это потому, что вы умеете организовать свою работу. И также, опять же, если договорились позвонить, написать в это время, делайте это. Когда мы подбираем хороших кандидатов, когда мы стараемся не допускать ошибок, или работаем над своими ошибками, то довольны все. Довольный кандидат, довольный HR, довольная компания, проект и так далее. Когда же мы подбираем неправильных кандидатов, когда мы допускаем какие-то серьезные ошибки, когда мы не работаем над собой, то проблемы у всех. Начиная с того, что недоволен проект, когда приходит некомпетентный сотрудник, от него ожидают одного, от него ожидают какого-то качества работы, от него ожидают выполнения сроков. Он не тянет, это не его, у него не получается. То тем самым, конечно, страдает вся команда, когда пытаются тянуть работу плюс еще одного человека. Начинается какая-то текучесть, люди начинают покидать компанию. Это очень неприятно. Также могут быть даже последствия, вплоть до того, что какие-то финансовые трудности начинаются у компании, какие-то убытки. Этот все тоже тянет. Я, как HR, который работаю с коллегами, постоянно общаясь с ними, понимаю, что очень важно, чтобы человек уже на первом этапе соответствовал корпоративной культуре компании. Это звучит так пафосно достаточно, но на самом деле у всех разное. Где-то принят неофициальный стиль общения и плотная работа в команде. Где-то все более официально должно соответствовать инструкциям, и все слушаются босса, и какой-то вот такой микроменеджмент. То есть кто-то готов работать в такой обстановке, кто-то единоличник, он хочет сам, ему проще работать из дома, не в команде. То есть мы должны понимать, подходит нам человек или нет. Если уже на первых этапах общения с кандидатом вы видите, что он не соответствует, что он какой-то конфликтный, что он неадекватный, старайтесь ему аккуратненько, красиво отказать уже на первом этапе, не отправляйте его заказчику. Не старайтесь любыми силами закрыть вакансию, лишь бы кем-то. Ваша задача закрыть вакансию качественными людьми, которые подходят. И вам будут все благодарны, конечно. Не только HR, но и в принципе вся компания. И вот в конце хотела я с вами обсудить картинку, портрет идеального рекрутера. Как стать человеком, который не допускает таких ошибок, который подбирает качественных кандидатов. По вашему мнению, какими качествами должен обладать человек, чтобы работать успешно рекрутером? Как вы думаете? Многозадачность, компетентность в принципе в тех же технологиях. Да, давайте запишем, наверное, я думаю, эти все вещи. Так, любить людей, да? Многозадач. Мне кажется, что в первую очередь, я себе так позволю сказать, в первую очередь, рекрутер должен ориентирован быть на результат, а уже от этого все выстраиваться дальше. Потому что, если сравнивать с HR, то HR более процессы не любит все-таки. Там вот и эмпатия, любить людей и так далее. А рекрутер, когда он ориентирован на результат, ему нужно закрыть позицию. У него есть четкие сроки. Поэтому все равно он приведет. Любить людей нам некогда. Нет. Вам нужно закрыть позицию. А там уже HR-репии разбираться. Я думаю, что просто остальные вещи вызываются второстепенными, на самом деле. Потому что работать с людьми и в первую очередь принимать на работу, уже будут альпиемы, общаться и выяснять дальше будут альпиемы. То есть вести уже с ним работу. Рекрутер к этому отношения никакого не имеет. Я бы вам сказал, что в принципе мы слишком придаем большое значение рекрутеру, когда говорим о том, да, рекрутеру, когда говорим о том, что он там дальше будет работать с человеком или как-то взаимодействовать. Его задача менять с человеком, а уже работать и взаимодействовать с ним будет пьяным. Поэтому все справится к результату. Пунктуально. Супер. Скорость работы. Потому что многие рекрутеры не понимают, что у нас есть у вас обмайки, горжида. Растяга, бывает такое, пока они еще разошлись, а все, у нас есть это. Да, да, бывает такое. Ну, разные вещи. Какие еще? Задача, в первую очередь, брать проекцию. Многозадачность, да? Какие еще? Да, есть направленность на результат. Ага. Слушайте, а вот интересно, у нас прямо дискуссия завязывается, да? Вы говорите ориентация на процесс. Ариентация на процесс. Рекрутер должен четко понимать, чем будет заниматься его кандидат. То есть он должен знать, куда он его берет, выживет ли он там или не выживет. Он должен понимать процесс подбора, какой ему нужен. Сначала он общается с рекрутером, потом с начальником отдела, потом, я не знаю, тестирование какое-то происходит. Он все равно задействует в процессах. И плюс это человек, который является лицом компании в первую очередь. Это человек, который должен признать впечатление. И человек, который работает только на развитие, это предоставитель компании. Это лицо компании. Да, давайте. Нет, подождите, давайте сюда еще поговорим о том, о каком реактивном мы говорим. Да, вот это вы говорите. О внешнем, внутреннем, это разное. Я сейчас о внутреннем. А я снова говорила о внешнем. Ну, о разных, да. Мы просто о разных говорим. Давайте еще послушаем мнение. Если говорить о внешнем, то у нас получается важно, чтобы человек ориентировался не просто на закрытие вакансии, а подход, я сейчас про внешний, подход должен быть таким, чтобы было приятно всем. Себе, кандидату и компании. И это возможно, когда ты не только бонусом руководствуешься, но еще и нацелено то, чтобы кандидат не только испытательный срок отработал, чтобы получить свой второй бонус. И все, они там все добрать же как хотите. А ориентация, чтобы кандидат отработал минимум более. И вот это вот очень сильно влияет на репутацию рекуртёра. Если репутер очень хорошо вот так вот работает, в плане, что очень много кандидатов, совсем мало кандидатов, потом уводняется, кто-то уходит. Там за пять лет два человека уволен, если это очень высокие показания. Ну да. Ему потом просто самостоятельно обращаются все заказчики, все компании, все кандидаты. И потом уже отбойники. Так и есть. Сразу вопрос в дополнение. А как определить, чтобы человек на год точно подошел? Давайте откроем сюда. Что-что? Маспорт отбирай. Мы просто намешали теорию внешнего, внутреннего человека и чердема. Мы тут в большинстве, я думаю, своем, где-то косвенно связаны с дотаром. В частности, я, я косвенно связан с дотаром, потому что я сейчас партнер, я не являюсь внутренним рекрутером. То есть для меня результат это первоочередная задача. То есть у меня есть позиции, которые они скидывают, у меня есть описание позиций, у меня есть технологии. Я на это ориентируюсь. Я скину, все. Дальше уже брендинг, вот то, что вы озвучивали, ориентация на процессы. Это меня уже не волнует. Ты тоже занимаешься внутренним рекрутером дотаром. Это в этом плане, да, я с вами смотрел, согласен. Но то, что касается меня лично и внешнего рекрутера по отношению к дотару, то это ориентирование именно на результат. Там меня брендинг не так волнует, как должен волновать внутреннего рекрутера дотаром. Там мне навредить, да. А какой навредить? У меня есть скайп-чат, я в скайп-чат сбрасываю кандидатов, как это обычно. Ну давайте говорить да, там может циничный, но так как есть. У меня есть там бенч-кандидат, грубо говоря. Но он не грубит, для всего, я об этом. Нет, да, конечно, не навредить брендинг компании, за то, что компания работает с собой. Я с кандидатами общаюсь, потому что я в первую очередь их ищу себе, заботясь о бренде своей компании. Но если они, например, мне не подходят, по тем или иным причинам, я их перенаправляю вот и так. То есть это было похуже. И когда, нет, может быть получше, это может быть человек, например, по заработной плате выше не подошел. Наоборот, наш уровень не соответствует его уровню компании. Может быть такое. Я его сбрасываю дотар, соответственно дотар тоже дальше ведет дальнейшие коммуникации. Я смотрела на такую тенденцию, что за последние несколько лет рынок труда очень сильно перестроился. И по сути сейчас идет, можно сказать, борьба за хороших кандидатов. Да. И я вот за последние пару лет очень для себя провела такую аналогию, что хороший рекрутер – это по сути хороший продажник. Это тот человек, который умеет определить хорошего кандидата и по сути продать ему работу той компании, в которой вы работаете. Независимо от его внутреннего рекрутера или внешнего рекрутера. И тут необходимо, чтобы вы были качество как хорошего продажника, так и параллельно интеграция в бизнес-компании. Опять-таки независимо внешний или внутренний, тогда ты можешь и подобрать качественного кандидата, и заинтересовать его в той работе, которую ты ему готова. Мы такие интересные темы затронули. На самом деле сфера HR, она сейчас подразделяется на какие-то подсферы. Действительно, там можно сказать, что ориентация на результат больше подходит рекрутеру, ориентация на процесс больше подходит HR, продажник – это, конечно, рекрутерские функции. Ну, любить людей должны все. Я так думаю. Никогда на секунду, и для HR, и для рекрутера. Потому что, можно говоря, продавник тоже начинает учиться. Сначала ты продаешь себя, потом продаешь компанию, тогда после этого, когда ты перепросили, то можно сказать, сначала ты покорит все компании, потом ты продаешь свою компанию, а потом ты продаешь этот функционал, который ты, в общем-то, там, кандидат там денежку получишь. Ну, да. Кстати, да, кстати, да. Есть такое. Можно найти того кандидата, который подойдет к идеально заказчику, потом продать этому кандидату, между заказчиком. А идеального кандидата не бывает, поэтому приходится больше продаж, если качество развивается. И хочу сказать, что плохих… Я сдаю идеально. Плохих кандидатов тоже не бывает, да. Кандидат может подходить, либо не подходить. Поэтому совершенно нормально, если он не подошел на эту позицию, он может подойти на другую. Можно и раздеть кандидата. Да, согласен. Тоже бывает. Помочь ему резюме переделать. Давайте по одному. Если мы под проект собираем команду, например, у себя, то тоже нужно понимать, чтобы люди с ними сработали, они могут быть очень близко профессиональными, но какие-то личностные качества в цели будут у всех разные. Ну, да. И эффекты будут просто к минимуму стремиться. Вот, например, скажем про бизнес-клему, как команда строить. Да, будет у нас еще возможность пообщаться, конечно. Вы хотели еще раз. Сейчас очень сильно набирает, наоборот, маркетинг. Сейчас вот очень популярная тема. Это брендинг, дор-брендинг. Да. Да. Само-брендинг. А, конечно, рекрутер должен смотреть на закрытие вакансии глазами внутреннего. То есть, тогда максимально получится закрыть вакансию. Вот так, чтобы меньше было отказа со стороны компании. Нет. А вы вообще интересовались, что разработчикам интересует при поиске работы? Проект. И кто-то интересовался, что интересует. Вот у меня, например, на линейке 30 тысяч контактов сейчас. Я задаю часто вопросы. Вот у меня там есть вопросы с разряда, на что, в первую очередь, обращаете внимание при поиске работы? Что для вас, что вас больше всего мотивирует при работе? Вот какие-то такие моменты вы интересовались вообще? Что интересует для того, чтобы это можно было в описании указать? Да. Конечно, ответить. Ну, рекомендую наручку. Что можно так ответить? Нет, так ответить. Мне просто интересно. Он говорит, интересные вакансии. Мне просто интересно разобраться, что значит интересные вакансии. Когда читаешь про супергероев и Бэтменов, ну, честно, я понимаю, что он креатив, пытается кто-то проявить, как-то заинтересовать. Но это, честно говоря, уже немножечко... Да, я понимаю разработчику, почему они уже плевать на то, что-то вот это. Потому что это просто, ну, такая вот какая-то бодиафория, которая имеет отношение ничего там к проекту, к заработной плате, к задачам, то, что реально их интересуют, да, и то, что они хотели бы видеть. Ну, верно, вакансии. Ну, да. Вот мне так кажется. Это отдельная тема, мне кажется, очень интересная. По поводу мотивации. Недавно, буквально в понедельник, приезжал Сергей Девчинский с Киева, как раз вот поднимал эту тему касательно того, что интересно для кандидатов, или как сами айтишники гонятся за тем, чтобы, типа, интересный проект, когда задаешь вопрос интересный проект, то как раз это, как раз заинтересованный проект для бизнеса. Ну, типа, новые технологии, то есть это, естественно, повышение рисков. Ну, короче, он тогда два часа обратил на то, чтобы вот эту тему разобрать. Это вот в понедельник с вашей персоной. Интересно. У меня ещё к вам вопрос. Что вы делаете для того, чтобы вот эти качества, да, которые мы сейчас вот группой собрали, в себе развивать, улучшать, показывать, что вы для этого делаете? Сначала мы почитаем. Почитаем. Да, да. Что вы делаете для того, чтобы... Просто делаем своего рука. Да. Мы пытаемся максимально это делать. Нельзя себе заставить друг друга идти, пытаемся не любить людей. Но это... Есть такое. Через кофе получать. Через кофе получать. Кофе-кофе. Кофе, да. Мне кажется, ещё один кофтик, но не какая-то психологическая. Пупа, подготовка, да, и образование. Знание психологии, да? Да, потому что вот о чём говорили, ребята, да, о том, что и совместимость какая-то должна быть, и он как минимум должен понравиться начальнику, это тоже надо понимать. Да, ничего, определите, там, адекватный это человек, неадекватный, это же неудачное знание психологии должно быть. Согласна. Что-что? Умный очень должен быть. Умный, да. Да, есть такой. Развивай. Да, да, да. Я думаю, значит, это какой-то сейчас... Вы сейчас напишите... Ну вот, вот он, идеальный. Не человека, которого нет. Как-то... Ну, это мужчина пишет. Я, как, вояна, мужчине, по-моему. Знаете, говорят, что, когда мужчина и женщина встречаются, я не знаю, как это... Ну, как видят себя мужчины, вернее, я знаю, это как вы думаете. Женщине хватает сколько секунд, чтобы оценить мужчину? Несколько секунд. Семь секунд с кандидатами точно так же. Вот, первое впечатление, да. Как вот, пока, вот это, вот, семь секунд до кандидата, а потом-то я начинаю вот это все вспоминать, а-а-а, и обжу его. Дальше прошло еще. Хорошо. Сейчас придет мой разработчик, и вы скажете, я буду... А если я один был разработчик набор, и я эти семь секунд понимаю, что он мне лично за ним не подходит, что... Это проблема. А у нас себя в запорожье. Слушайте, у нас, у нас столько... Нет, смотри, все взаимосвязано. Если ты внутренний рекрутер, если ты уже работаешь там не один месяц, ты не задантировалась, вписалась в компанию, значит, у тебя есть определенные качества, которые соответствуют качествам компании, скажем так. Ну, есть, да, вот, характер компании, есть твой характер. Вот, если они соединились, то, значит, когда ты будешь отбирать следующего кандидата, он тебе будет откликаться, да, твоему характеру, твоему нутру. То ты будешь понимать, что он тогда откликнется компанией, потому что ты уже с компанией конкурентна. Понимаешь? Слушайте, у нас такая действительно интересная дискуссия. У нас уже время. Чувство юмора. У меня уже не помещается, уже листик. Вот это сверху напиши. Хорошо. Когда у меня эмфатия любой может быть, да так. Я не знаю, какие там внутренние процессы, если честно, происходят. Не, ну не с порога же не только рассказывай. Слушайте, у нас очень много, очень много мы подняли интересных тем. У нас еще будет кофе-пауза. Мы можем продолжить это все обсуждать. В конце своей презентации я хотела бы пожелать вам всем работать над своими ошибками. Не стремиться к идеалу — это нереально. Быть самими собой, получать удовольствие максимально от работы. А удовольствие вы будете получать, когда будете работать качественно, когда вы будете любить свою работу, обладать вот этими всеми необходимыми качествами. Поэтому всем нам хорошего настроения, да, и продолжаем общаться. Спасибо.